Итак, мы только что завершили наш первый день двудневных съемок с двукратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом Кейджи Сузуки, здесь в Кадакан, дзюдо в Токио. Это действительно был самый удивительный день. Сузуки мой настоящий герой, и он действительно один из лучших дзюдоистов всех времен. Дзюдо, в котором мы снимали, очень много значит как для меня, так и для Джека, одного из парней, которые работают со мной. Оба наших отца работали в этом дзюдо около 16 лет назад с Тосихо Кого, трехкратным олимпийским чемпионом, где мы снимали Кого «Новый ветер», и мы вернулись 16 лет спустя и делаем фильм Сузуки. Сузуки действительно хотел сниматься в нашем фильме, он хотел работать с нами какое-то время, и мы пытались, чтобы он приехал к нам в студию «Суперстар дзюдо» в Англию для съемок, но его график просто не позволял ему использовать столько дней, сколько было нужно, чтобы прилететь к нам и вернуться обратно. Поэтому мы хорошо обдумали, что у него получится, и мы приедем сюда и снимем его здесь. Начало это просто потрясающие дни. Мы только что сняли Дэши Барай, Косотогари, Осотогари, Аши Гурума, и еще много невероятных вещей, которые он нам показал. Мы немного провели время, поднявшись в Большой дадзю, в знаменитый Большой дадзю, который был только для нас. Он выходил на татами, делал поклон, выполнял некоторый специфический ритуал дзюдо, мы сделали хорошие рекламные материалы, и это выглядело потрясающе. Только он один в Большом дадзю. Мы понимали, что задерживаем проводившийся в эти дни здесь международный тренировочный лагерь, и как только мы завершили здесь, около 300 дзюдоистов выходили и бросали над нами лучших дзюдоистов мира. Мы спускались вниз в Малый дадзю, а они поднимались наверх в Большой дадзю. Сузуки работать очень весело. Он скромный парень, как и следовало ожидать от японца, но он был потрясающим. Это было здорово. У нас есть очень хорошая структура с точки зрения того, как мы снимаем фильм. Потому что мы не просто хотим показать демонстрацию классической японской техники дзюдо. Это уже все знают. Поэтому мы приехали сюда со всеми кадрами, которые у нас есть за годы съемок дзюдо по всему миру на некоторых крупнейших соревнованиях. И вот что мы сделали. Мы прошлись по всем его кадрам из крупнейших турниров, которые он выигрывал. И мы проработали каждую технику в первую очередь, изучая кадры, просматривая их, а затем определяя ключевые элементы. Мы проводили некоторое время, обсуждая все. Мы говорили с ним, говорили с его партнером, проводили некоторое время, поясняли, что это такое, а что это. Я имею в виду, что у него много всего в голове важного, но материал соревнований действительно необходим. Потому что реальность такова, даже если он идет и демонстрирует технику, есть гораздо больше, что позволяет выполнить эту технику в соревнованиях. Из-за сценария соревнований, из-за типа соперника, с которым он борется, типа захвата и других вещей. Поэтому критически важно понимать это. И в результате мы получаем все базовые фундаментальные принципы техники. И мы на самом деле понимаем все тонкости трюков и то, что он делает по-другому на соревнованиях. И большую часть времени это касается не только Сузухи, но и когда мы работаем со многими лучшими дзюдоистами. Все они одинаковы. Они замечают в этих видеоклипах вещи, которые заставляют их понять, что они делают и в чем отличие. Таким образом, мы не ограничиваемся конкретно техникой. Поэтому мы много рассматриваем для каждой техники, которую мы снимаем. Показывает технику в полной мере, а затем вдавая детали и действительно разбивая ее. Это делает рука? Что делает нога? Что делает голова? Какое направление? Что делает все тело? Что такое движение? Как он получает реакцию своего оппонента? И так много элементов. Как он тренирует технику? Как он завершает технику? Разница между правым и левым? Разница с точки зрения типа соперника, с которым он борется. Даже если он левша и соперник левша. Когда соперник берет захват за отворот кимоно или рукав, или сверху, или другой способ. Как он будет двигаться? Откуда получит реакцию соперника, которая нарушит баланс? И это то, что мы пытаемся сделать в этой съемке. Мы действительно пытаемся вникнуть в суть техники, потому что я думаю, что все пытаются научиться делать ашивазы. Так что здесь, в Японии, все без ума от ашивазы. Я имею в виду, что ашивазы — это все, что касается дзюдо. Но на самом деле применять это на практике и заставляет работать, заставляет эту технику работать против лучших дзюдоистов на соревнованиях высочайшего уровня — это просто не так не происходит. Но Сузуки делал это, и это то, чем он прославился. Что он раньше бросал лучших дзюдоистов на топ-турнирах, финалах с невероятным ашивазой. И посмотрите на то, как вы переводите понимание принципа, на то, как перенести обучение. Какой ашиваза должна быть, чтобы действительно вывести ее на новый уровень, чтобы она работала в Рандоре и на соревнованиях. И это то, на что мы действительно смотрим здесь, и это то, что мы действительно дошли до сути. У нас завтра еще один день, когда мы будем снимать фильм. Я надеюсь, что мы сделаем то же самое с Учимата, Коучи Гарри, Ашива за комбинациями, и мы собираемся провести с ним хорошее интервью. Мы действительно можем подойти к тому, чтобы показать вам все это на Суперстар дзюдо. Это действительно тот дзюдо, где минимальные усилия приводят к максимальной эффективности. И кто лучше в мире, чем Кейджи Сузуки, кто может продемонстрировать, что ашиваза, когда дело доходит до ее исполнения, что она будет воплощена при минимальных усилиях и с максимальной эффективностью. И, возможно, нет лучшего дзюдоиста в мире за все время, чем Кейджи Сузуки с точки зрения демонстрации этого. И мы сделали это. У нас есть, что показать с ним. И вы дождетесь, и вы сможете увидеть это. Этот материал удивительный. Спасибо Кадакан и всей Японской Федерации дзюдо.